Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными художниками. Сегодня я немножко расскажу и покажу работы Жак Жозефа Тессо. Французский художник, работал в Англии. Родился в семье Марселя Теодора Тессо. Он был успешным торговцем канями. Был женат на набоженной католичке Марии Дюран, которая помогала мужу в делах и реализовала собственные таланты, создавая шляпки. Так написано на Википедии. Я все зачитываю из Википедии. Картины я тоже взял из интернета. Ну так для информации. К 17 годам, после иезуистской школы-интерната, Жак Жозеф окончательно принял решение стать профессиональным художником. Его поддержала мать, но отец был разочарован этим решением. Первый раз выставился Жак в салоне в возрасте 23 лет. В 1861 году выставил встречу Фауста и Маргариты, которая была приобретена государством для Люксембургской галереи. Сражался он на Французско-Прусской войне, стал снайпером, защищал Париж в рядах отряда «Скаут». Подозреваемый в сочувствии к коммунарам уехал из Парижа в Лондон, где начал учиться гравюри у сэра Сэймона Хэдена. Писал карикатуры для журнала «Ванти Фэйр». Писал многочисленные портреты, жанровые картины. Тессо купил виллу в лесу Сент-Джонс. Вскоре пристроил к ней просторную студию и огромную оранжевей. Тогда же он стал членом лондонского The Art Club. Надо отметить, что еще в 1870 году Тессо отказался от выставок в салоне, а вскоре отклонил приглашение Дега посетить свои работы на выставке независимых художников, которых позже назовут импрессионисты. Тессо учился, копируя академические работы в галереях Луура. Большое влияние на его технику оказали публикинский пионер реализма художник Анри Лейс, немец Фетер фон Корнелиус из круга художников-назарейцев, а также иллюстратор и гравер Моль Речи. Надо отметить дружбу Тессо с художниками-импрессионистами, у которых он учился использовать яркие, насыщенные цвета, ну а также влияние рафаэлитов, которые особенно имели заметное влияние в ранних работах Джеймса Тессо. Он в совершенстве владел классическим рисунком и масляной техникой живописи. В более зрелые годы освоил искусство гравюры, много работал акварелью, уделял внимание технике перегородчатой эмали и к концу жизни стал работать преимущественно гуашью и пастелью. В 1870-х годах он женился на миссис Кэтрин Ньютон, которая стала его спутницей и натурщицей во многих его полов. Она переехала в его дом и жила с ним до своего самоубийства в 1882 году, то есть 12 лет. Она наложила себе руки в возрасте 28 лет из-за страданий от поздней стадии туберкулеза. Художник покинул Париж, куда он и вернулся после смерти Кэтрин Ньютон и отправился в Палестину. Здесь он обратился к основной теме своего творчества – созданию 700 акварелей, листрирующих жизнь Иисуса и Ветхий Завет. В 1896 году серия из 350 рисунков по Новому Завету была выставлена в Париже, а на следующем был в Лондоне. Затем они были опубликованы парижской фирмой Ле-Мерсье, заплативших за них 1 миллион 100 тысяч франков. Ныне коллекция из полутора тысячи рисунков, акварелей и картин маслом из этой серии находится в коллекции Бруклинского музея. Надо сказать, что остаток своей жизни Тесо посвятил иллюстрированию Библии, для чего предпринимал неоднократные поездки в Святую Землю. Его серия из 365 иллюстраций гуаши, посвященной жизни Феста стала, конечно, сенсацией. В 1888 году Джеймс Тесо поселился в бывшем аббатстве в Шато-де-Био, который унаследовал от своего отца. В 1902 году, в возрасте 66 лет, он скончался. Сегодня графика и живописные работы Тесо – это дорогостоящие предметы искусства, которые сегодня выставляют на знаменитых мировых аукционах. Его работа «Портрет молодой женщины в Зимнем саду» – было продано 15 декабря 2016 года за 75 тысяч фунтов стерлинга. Вот немножко интересных фактов. Тесо, в знак признания его талантов, получил право выставляться на выставке салона вне конкурсной программы и предварительной оценке жюри. Цены на его картины, изображающие развлечения и утонченную жизнь времен Второй империи Наполеона Бонапарта, были просто фантастическими. Это дало Тесо возможность приобрести роскошную виллу на престижной новой улице Парижа, проспекта императрицы, ныне проспект Фош. В 1868 году Тесо получил заказ на картину, которая стала самой дорогой и самой сложной в его карьере. Этот эксклюзивный частный клуб «Руэ Рояль» заказал ему групповой портрет. Как было принято в те времена, каждый из 12 членов клуб заплатил художнику свою равную долю тысячи франков. Среди художников, формировавшихся под влиянием Тесо, это Джордж Клаузен и роман Сиера Риберра. Ну вот, пожалуй, и все, что я нашел в интернете, в Википедии, в каких-то других изданиях о французском художнике, который работал в Англии, Жак Жозеф Джеймс Тесо. Все, всем пока, всем привет, до свидания, смотрим картины, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok